Почему именно Берия стал правой рукой Сталина? Разве мало было народу в Кремле? Потому что жарче всех лизал руки хозяина и яростнее всех кидался на врагов. Но если таким образом делались карьеры, если у нас была страна шавок, то кто выиграл Великую войну? Нет, там явно было что-то другое. Родом Лаврентий Берия происходил из самых низов российского общества. Ниже были только бродяги. Он родился в Абхазии в горном селе Мерхуэли в бедной крестьянской семье. В 1922 году в графе анкеты «Имущественное положение» написал «Ничего не имел и не имею». Мать его была настолько бедна, что когда она овдовела, детей пришлось отдавать родственникам. Потом она вышла замуж за пришлого Мингрела Павла Берию. Из детей от второго брака старший сын умер от оспы. Дочь после болезни стала глухонемой. Оставался один сын, Лаврентий, относительно здоровый и умный. Обычная история для тогдашнего Закавказья. Толковый ребенок на Кавказе единственная надежда матери. Он может выучиться, стать священником или даже чиновником. Так рассуждала мать Сталина, так же думала и мать Берии. Марта Берия, готовая отдать все, лишь бы выучить сына. Ради этого родители продавали полдома. Семья разделилась. Отец остался в селе, а мать с детьми отправилась в Сухум. Лаврентий не постромил надежд матери. С отличием, захончив в Сухумское реальное училище, он поступил в среднее механико-техническое строительное училище в Баку. Подрабатывал с самого детства, где только мог. В Баку в свободное время работал конторщиком на заводе, мечтал стать архитектором и упорно пробивался к своей мечте. Успевал все, учиться, работать, еще с марксизмом заниматься. Нет никаких сомнений, что даже не случилось революции, Лаврентий Берия все равно годам к сорока имел бы собственный дом в Петербурге, причем построенный по собственному проекту. Такой уж был он человек. Но мешалась революция и перевернуло все. С самого начала гражданской войны примкнул к красным. Работал в Бакинском совете. После падения там советской властью ушел в подполье. Затем он занимался нелегальной разведкой в меньшевистской Грузии от разведотдела 11-й армии. Эти занятия естественным образом привели его после войны в азербайджанскую ЧК. К 1929 году стал первым чекистом всего Закавказья. Там в ГПУ он собрал команду, на которую опирался в дальнейшем, куда бы ни швыряла его государственная нужда. Где-то по пути сумел окончить три курса архитектурного института. Дальше уже не вышло. Из ГПУ Берию в конце концов убрали, но учиться, как он просил, не отпустили. Наоборот, осенью 1931 года он стал первым секретарем КПА Грузии и вторым секретарем Закавказского райкома ВКПБ. А еще через год первым секретарем хозяином края. Закавказье тех лет совсем не походило на три веселые процветающие республики, какими мы их помним по советским временам. Запредельная нищета населения, голод, болезни, депрессивная окраина бедной аграрной страны. Оно, конечно, пятилетки, индустриализация, но ведь индустриализацию тоже провалить можно. И выделенные средства профукать, и построить черт знает что. Берия индустриализацию не провалил. Вот лишь один пример. Коллективизация. К 1931 году в Грузии было коллективизировано 36% хозяйств. Бесконечное сложение засеянных кукурузой мизерных наделов, естественно, ничего путного не дало, кроме народного протеста. Берия процесс остановил, а колхозы перевел на выращивание не кукурузы и овощей, а редких дорогих культур. Чая, цитрусовых, табака, винограда. Благо, климат позволял. Колхозы стали стремительно богатеть. И к 1939 году процент коллективизации поднялся до 86. Без нажима, восстаний и голодоморов. Республика обеспечивала страну мандаринами, чаем, табаком, вином, деньги гребла лопатой. А кукурузу можно и на Украине купить. И так было во всех областях жизни. После первых пятилеток крохотная Грузия заняла первое место в СССР по пищевой промышленности. Производила вино, чай, консервы. Была реконструирована горнодобывающая промышленность. Появились нефтяные и машиностроительные заводы. За первую пятилетку объем валовой продукции промышленности Грузии увеличился почти в 6 раз. Во вторую еще в 5 раз. В Азербайджане резко увеличилась добыча нефти. Начали бурить шельфы. Черноморское побережье стало всесоюзной здравницей. До сих пор еще в Абхазии можно видеть остатки роскошных набережных и санаториев. К 1938 году почти неграмотная Грузия. На начало 20 века уровень грамотности здесь составлял всего 20%. Вышла по образованности населения на одно из первых мест в Союзе. А по числу студентов на тысячу человек обогнала Англию и Германию. Как это удалось сделать? Любую работу Берия делала совершенно одинаково. Ставил на основные узлы нового дела чекистов свою проверенную команду. Те начинали работать и формировали свои команды. Выявляя среди окружения подходящих людей и обеспечивая им, если надо, головокружительные карьеры. Награды, оклады, квартиры. Способ простой, как дважды два. Но с хитростью. Он работает, если не отвлекаться на подлизывание и покусывание, а выбирать людей строго по деловым качествам. В общем-то, неудивительно, что такой руководитель на периферии не задержался. Но почему, взяв Москву, его бросили на НКВД? Лубянские гвозди соскучились по микроскопу? К тому времени советское правительство давно и безуспешно пыталось поставить чекистский аппарат под свой контроль. Честно говоря, это не очень получалось. Даже сейчас спецслужба является государством в государстве, а тогда на Лубянке было полно отмороженных революционеров в перемешку с просто отморозками. Нет, были там, конечно, и нормальные люди, но именно поэтому, что они были нормальными, они не давали погоды в этом коллективе. Именно на НКВД лежит основная вина за жертвы пресловутого 1937 года. А к середине 1938 года, одуревший от крови и водки нарком Николай Ежов, предводитель совершенно уже обнаглевшей кровавой стаи, протянул руку и к верховной власти, то есть начал плести заговор. Сбесившийся наркомат надо было остановить и вернуть в управляемое состояние, а для этого посадить на рычаги надежного человека. Самым опасным персонажем в наркомате был даже не Ежов, а его первый заместитель, старый чекист Михаил Фриновский. В июле этого человека отправили в командировку на Дальний Восток, а 22 августа на его место назначили Берию. Узнав об этом назначении, Ежов на неделю ушел в запой, а потом принялся жечь бумаги. 29 сентября Берия стал начальником главного управления госбезопасности. Власть мягко выскользнула из ежовых рукавиц, как оказалось, навсегда. Работа по нормализации наркомата была мрачной. Старый чекист Василий Ресной вспоминал, когда Берия пришел на Лубянку, он одного за другим вызывал к себе чекистов и задавал простой вопрос. Кто здесь ведет себя не по-человечески? Таких снимали, а потом без сантиметров расстреливали или же сажали. За осень 1938 года только руководящих работников НКВД было арестовано 332 человека, в том числе 18 наркомов союзных и автономных республик. А уж потом, обезглавив контору, люди Берии спокойно расправились с остальными убийцами в малиновых петлицах. Затем началась чистка. Масштабы этой чистки не совсем понятны. Например, если посмотреть на состав Ленинградского УНКВД в годы войны, то сотрудники, пришедшие в органы до 1938 года, исчисляются единицами. Так что погром был жесточайший. Но с тех пор о беспределе органов в Советском Союзе речи не шло. Маленькие всплески и жовщины, имеющие место в 1951-1952 годах, тот же Берия, придя в марте 1953 года в МВД, ликвидировал привычно, быстро и жестко. Итак, НКВД управляем, послушан, научен соблюдать закон, насколько товарищи чекистов вообще можно было этому научить. И что теперь? Если с работой Берия в НКВД все более-менее понятно, то в части, касающейся остальной его деятельности, с момента перевода в Москву, начинается сплошной туман. В феврале 1941 года он становится заместителем председателя Совнаркома, причем курирует наркоматы лесной и нефтяной промышленности, цветных металлов речного флота. Первые три важнейшие стратегические отрасли в свете грядущей войны. Да и четвертое тоже не туристов по Волге катать. При неразвитости автомобильного транспорта, значение речных перевозок было вполне сравнимо со значением железнодорожных. И вряд ли Берия начал заниматься этими вопросами лишь в феврале 1941 года. Ведь в Москву он переехал в августе 1938 года. Дело в том, что у сталинской системы управления имелась одна особенность. Центр управления государством, сосредоточенный в кабинете вождя, время от времени выпускал из себя протуберанцы в виде разного рода комитетов, комиссий и тому подобного. Одни из них создавались на пару дней, другие вырастали в подлинных монстров. Была, например, такая военно-промышленная комиссия при Комитете обороны СССР. Слышали о ней? Вряд ли этого органа даже интернет-поисковик не находит. А между тем она полностью занималась всеми вопросами перевода промышленности на военные рельсы. И по ответственности, и по объему своих полномочий была сравнима с Госпланом. А ее председатель, соответственно, не будучи председателем Совнаркома, стоял над наркомами. Кто был председателем данного монстра в мае 1941 года, когда комиссия создавалась? Лазарь Каганович. А кто потом? Тоже Каганович? Вряд ли. Для него даже работа железных дорог в чрезвычайном режиме стала непосильной задачей. А тут всю промышленность перевели на военные рельсы, как часы на час вперед, без шума и заторов. Так, кто был председателем ВПК? Неизвестно. Может быть и Берия. Почему нет? Размах дарования позволяет. Непонятны также функции Берии после начала войны. Полномочия это понятный член Государственного комитета обороны. То есть полномочия практически абсолютные. А вот конкретные функции какие? Из воспоминаний сталинских наркомов известно, что он занимался налаживанием производства стрелкового оружия, улаживал конфликты между управлением военных сообщений и Кагановичем, курировал работу Уралмаша. Все это в 1941 году, обратите внимание. Между тем, в это время формально производством стрелкового оружия ведал вроде бы Николай Вознесенский. Танков, а значит и работы Уралмаша Вячеслав Молотов. В каком качестве тут Берия? Скорее всего и вправду, в роли председателя ВПК. А иначе почему он сходу влезает в чужие сферы ответственности? Интересы и полномочия НКВД в экономической сфере, в директиве наркомата об организации работы экономических отделов по оперативно-чекистскому обслуживанию оборонной промышленности мы читаем. Эконом-отделы должны своевременно выявлять неполадки в работе предприятий, срывающие выполнение правительственных задач. И через ЧК, ЦК, Компартии, Союзных Республик, Крайкомы и Обкомы ВКПБ на месте принимать меры к устранению этих неполадок. Берия был не из тех людей, что забивают каждый гвоздь отдельным молотком. Был у него свой вышкаленный аппарат, и он его использовал везде, где сам работал. Что же у нас получается? А получается, что Берия во время войны отвечал практически за всю оборонку, кроме разве что авиации, ею ведал Георгий Маленков. Но так после войны и грянул скандал с поставкой на фронт бракованных самолетов 5000 машин. То есть Берия был вторым после Сталина руководителем, выигравшим Великую Отечественную войну. В 1944 году Берия стал начальником оперативного бюро ГКО, вторым человеком в стране после Сталина. И оставался им до конца, потому что после войны второго человека в государстве и преемника Сталина надо искать не в партийных структурах, а в правительстве, где он находится с легкостью необыкновенной. Не будем касаться работы Берия в атомном комитете, эта тема достаточно раскручена. Менее известно, что одной лишь бомбой дело не ограничилось. Это был человек, который если и создал, то организовал советский военно-промышленный комплекс так, что его не смогли разрушить ни застой, ни перестройка. Не только ядерное оружие, но и ракеты, радиолокации и ПВО, и космическая программа, которую потом беззастенчиво приписали Хрущеву. Да, и вообще вся система ВПК. А заодно еще и курировал строительство Московского университета и прочих высоток. Да и вообще архитектурного дела. Видимо, мечта стать архитектором никуда не делась. Так что по совокупности деяний Лаврентий Берия вполне заслуживает звания лучшего менеджера 20 века. Статья подготовлена Еленой Прудниковой. Публикуется в журнале «Загадки. История» номер 13 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.